МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Полковник Кайрат Умбетов своим телом прикрыл молодого солдата. Взрыв произошел на учебном полигоне. Карагандинцы в центре города борются с мусором на протяжении 13 лет. 13 мусорных контейнеров мешают жить жильцам одного двора. На сцене Казахского драматического театра имени Сакена Сифулина выступают актеры из Павлодара. Он же это на мою минутостью. То есть я не забыл, что он стал. На полигоне взорвалась граната РГД-5. Полковник Кайрат Умбетов прикрыл своим телом молодого солдата. Но пострадали оба. Военнослужащим оказана первая медицинская помощь. К счастью, тяжелых увечий нет. Их уже выписали из госпиталя. И они даже смогли пообщаться с журналистами. Лариса Хусаинова с подробностями. Сегодня около 11 часов утра в учебном центре отдельной стрелковой роты воинской части 6505 регионального командования Орталык при проведении боевого гранатометания с личным составом срочной службы полковник Кайрат Умбетов и рядовой обзал Султанкулов получили осколочные ранения. Сам полковник нисколько не гордится своим поступком. Он считает, что он просто выполнил свой долг. Я считаю, что это был обычный будний день, на служебный день, где сложившиеся обстоятельства иногда из-за обязанностей просто было необдуманно как-то принято это решение. Я считаю, что это обычное поведение любого офицера, как нашей бригады, как нашего регионального командования. Полковник Кайрат Умбетов получил осколочные ранения плеча и правой ноги ниже колена. Рядовой срочник обзал Султанкулов получил ранения в виде царапины нижней конечности. Военнослужащим оказана первая медицинская помощь. По словам генерал-майора Еркина Ботаканова, причина ЧП в том, что солдат недостаточно приложил силы, когда бросал гранату в сторону мишени. Настоящий боевой снаряд в руках солдата оказался в первый раз. Граната упала на бруствер окопа и скатилась вниз. Несмотря на последствия, молодой солдат наказание не понесет. Командующий не раз повторил. Главное, что все живы остались. Ну, бывают такие непредвиденные обстоятельства, когда человек, который первый раз в руках держит боевую гранату, он все равно чувствует какое-то напряжение психологическое, моральное. Самое главное, не допустить ранения и гибели наших военнослужащих. Это было выполнено. Поэтому мы считаем, что как бы она ни была, задача, поставленная перед военнослужащим, она выполнена. Они оба живы-здоровы и дальше будут продолжать служить своему отечеству. За проявленное мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга рассматривается вопрос о представлении полковника Кайрата Умбетова государственной награде. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В проблемах с мусором можно закопаться. Жителям 45-го квартала мешают жить 13 мусорных контейнеров во дворе. Запах гнили, бытовых отходов, горелых картонных коробок и беспорядок на дворовой площадке. Подробнее о ситуации расскажет Асель Сазанбаева. Просим, помогите нам вот эту помойку убрать отсюда, иначе мы взлетим туда. Проблемы у жильцов 45-го квартала начались 13 лет назад. Со времен ввода в работу дороги по улице воинов-интернациалистов. В связи с прокладкой новой магистрали, мусорные контейнеры пришлось перенести во двор. Их поставили рядом с детской площадкой и газовой установкой. Собирается мусор в контейнеры с 8 домов, объединенных в один двор. Кроме того, на первых этажах всех построек располагаются малые частные предприятия, магазины и поликлиника. От того и мусорных контейнеров во дворе насчитывается уже 13 штук. Пенсионерка Нина Бадаева живет в этом дворе на протяжении 20 лет и уверяет, что ни разу не видела площадку чистой. «Поставили 6 контейнеров. Сейчас уже 13. Сейчас уже 13. Грязь, вонь такая. Ну вот я на втором этаже живу, соседка моя на первом. Мы не можем, мухи летят, вот это все. Это одно. Ночью поджигают вот эти контейнеры. Вот так деревья росли. Там деревья росли. Все сожгли, контейнеры горят. А рядом у нас газовая емкость. Там же страшно. Так мы боимся. Ночью сгорим, на ночь сгорим, заживо. А там уже взорвается газ. Мы уже не можем. Вот я говорю, в какой стране живем, в каком веке живем. Я прожила такую длинную жизнь и вот сюда попала так. Жители говорят, что для бытового мусора восьми домов хватило бы из шести контейнеров. Но 13 – это уже перебор. Магазины выбрасывают огромные картонные коробки с мусором. А приезжающий мусоровоз не собирает их должным образом, рассыпая все вокруг. Ходить невозможно. И мы так все лето живем, потому что вот эти колеи, они не высыхают. Гниющая жижа, она все лето вот здесь воняет. Причем я говорю здесь уже вопрос не в красоте, а вопрос просто в санитарной обстановке. Здесь эпидемиологическая обстановка уже сложная. Посмотрите, детская площадка. Вот эта зловония, эта грязь, она летит вот туда, потому что ну кто здесь справится с этой мусоркой, да? И здесь бегают дети. И соответственно у нас народ и так не очень воспитанный бросат, где попал. А видя вот эту ситуацию, ну просто уже решают, что просто полигон, вот районный полигон. Мы обратились за разъяснениями в Акимат Казыбекбийского района. После чего сотрудники Акимата выехали на место проблемы. Теперь мы планируем провести выездное совещание с представителями ТОО «Горкомтранс», Управлением по защите прав потребителей и ЧАЭС, другими предприятиями, которые будем решать комиссионно, стоит ли переносить контейнерную площадку, если стоит, то на какие и пути их решения. По словам представителей Акимата Казыбекбийского района, встреча с жителями этих домов состоится на следующей неделе, где будут рассмотрены и решены все наболевшие вопросы. Асель Сазамбаев, Олжас Кабасов, Исламбекоспан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков провел первое в этом году заседание Совета по связям с религиозными объединениями. На нем были рассмотрены вопросы организации и методы преподавания основ религиоведения в общеобразовательных учреждениях области, а также работа Советов по связям с религиозными объединениями в городах Сарань и Шахтинск. С 2009 года во всех общеобразовательных школах введен обязательный факультатив «Основы религоведения», направленный на повышение у учащихся правовых знаний в вопросах духовной и религиозной культуры. Ежегодно обучением охватывается более 16 тысяч учеников девятых классов. Стоит отметить, что большое внимание в области уделяется подготовке кадров для введения данного курса. В этом году это направление преподают 557 педагогов, 60% которых – учителя высшей и первой категории. Кроме того, с 2014 года учебно-методическим центром развития образования реализуется программа семинаров-тренингов по усилению профилактической деятельности по религиозному экстремизму в детской и подростковой среде. Этот год имеет свою специфику, проходит под единое 25-летие независимости Республики Казахстан. Браком, празднование данного события, издан у каждого президента Республики Казахстан и утверждена концепция празднования под девизом «25 лет единства и созидания». В следующем году планируется внедрить новый курс «Светскость и основы религоведения», в содержании которого введены такие предметы, как светскость и светское государство, мировые и традиционные религии, религии в Казахстане, исламская культура в Казахстане, новые религиозные течения, Казахстан – территория межрегионального согласия и экстремизм и терроризм. В этом учебном году курс нашей области преподает 557 педагогов. Из них историков 545 или 98 процентов. В данном случае это в целом 100 процентов всех школ, где есть историки. На заседании также выступили акимы городов Сарани, Анатолий Шкарупа и Шахтинска, сержант Аймаков. Городоначальники пояснили, что ситуация по религиозным объединениям в городах стабильная. Тенденции к обострению межконфессиональной розни и проявлению религиозного экстремизма не отмечается. По итогам заседания Нурмухамбет Абдибеков дал ряд поручений, одно из которых – исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан об утверждении требований к обязательной школьной форме для организации среднего образования в школах области. Екатерина Афанасьева, Лжас Габасов, Александр Цирикидзе. Первый Карагандинский. В текущем году в Карагандинской области будет построено 39 социально значимых объектов. Это больницы, школы, детские сады и новые дома. Сегодня первый заместитель Акима области Асалбек Дюсюбаев провел совещание, в ходе которого чиновники и подрядчики отчитались о проводимых работах. Также были рассмотрены вопросы о состоянии, перспективах и реформах строительной отрасли. Подробности далее. В текущем году на строительство 39 социально значимых объектов в области было выделено более 10 миллиардов цинге. Некоторые строятся уже не первый год. В рамках программы Нурлыжол появится 8 новых школ в Караганде и Сатпаеве, а также детский сад в областном центре. Также в Карагандинском регионе пустят в строй 27 сельских врачебных амбулаторий и областную многопрофильную детскую больницу на 200 коек. Последний объект сдадут в эксплуатацию в декабре текущего года. В 2015 году начато строительство 15 жилых домов в общей площадке 53 тысячи квадратных метров, а также поведение инженерной статейки. Завершение строительства планируется в текущем году. Кроме того, для обеспечения жилым 1150 семей в 2016 году планируется начало строительства еще 25 жилых домов. Также в регионе появятся новые жилые дома. На строительство арендного жилья выделено около 2 миллиардов тенге. Будут сданы около 200 квартир. В микрорайоне панель-центр появится 24-этажный дом. Он будет сдан по программе «Кредитное жилье». Продолжается строительство шести жилых комплексов. В них три дома уже сданы. Остальные будут закончены во второй половине текущего года. Руководство ГАСК предупредил подрядчиков о персональной ответственности каждого. Проведено 26 плановых проверок. В результате проведенной проверки к управлению возбуждено 16 административных дел. В итоге по результатам всех проведенных форм контроля и надзора наложены штрафы на общую сумму 2 миллиона 208 тысяч тенге. Хотелось бы отметить, что задача нашего государственного органа входит создание благоприятных условий для субъектов предпринимательства по осуществлению мест строительной деятельности на территории области. Первый заместитель Акима области Аслубек Дюсибаев отметил, что по-хорошему в год нужно строить 2000 объектов, но подрядчики не готовы к таким объемам. Аслубек Дюсибаев напомнил присутствующим и о том, что в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе с этого года усилена ответственность за нарушение установленного порядка приемки и ввода объекта в эксплуатацию. Аймамрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Международная олимпиада по иностранным языкам пройдет в Караганде. Участие примут студенты из 28 вузов ближнего и дальнего зарубежья. Они будут состязаться по шести языкам. Это казахскому, русскому, английскому, немецкому, французскому и китайскому. Турнир будет проходить на базе Карагандинского государственного университета имени Евнея Букетова. В целях реализации дорожной карты трехязычного образования в Казахстане до 2020 года проводится международный форум на тему «Языковое образование в условиях социокультурной трансформации современного общества», в рамках которого впервые в Республике Казахстан состоится международная олимпиада по иностранным языкам. «Олимпиада будет проходить в соответствии с программой в четыре тура в соответствии с международными стандартами, с международными требованиями по четырем видам речевой деятельности. Это аудирование первый тур, затем второй тур – это чтение, затем письменная часть экзамена – это написание эссе на тему, которая будет заявлена, и последний тур – это говорение на иностранном языке. «Больше всего участников на международной олимпиаде, конечно, по английскому языку. Второе место по численности заявленных участников занимают студенты, изучающие немецкий язык, и на третьем месте, почти наравне с немецким языком из зарубежных вузов, идут студенты, изучающие китайский язык». В международной олимпиаде примут участие студенты из Китая, Индии, США, России, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. В частности, заявки на участие подали 18 вузов нашей страны. Всего в турнире примут участие 28 вузов. Сюйе Ли приехала из Китая, а точнее из города Урумчи. Девушка изучает русский язык и литературу на протяжении трех лет. Студентка уверяет, что русский язык совсем нелегкий и требует много терпения и времени. Сюйе Ли мечтает стать переводчиком. Кроме китайского и русского, девушка знает еще английский и арабский язык. «Когда я поступила в университет, я начала изучать русский язык. Это уже третий год. Мне очень нравится. И когда мы получили это приглашение, мы сразу очень хотим участвовать. И поэтому мы приехали». «А до этого участвовали в каких-то соревнованиях по русскому языку?» «По русскому языку. Только участвовали в нашей университете. Это то есть соревнование между нашими студентами. Не так большое. Ваши это огромные ребята». «Все участники волнуются, но каждый из них уверен в своих способностях. Кроме того, в рамках форума будут проведены круглые столы, мастер-класс по обмену инновационным опытом в области иноязычного образования. Главной целью мероприятия является обмен опытом и развитие образования в нашей стране». 7 апреля – День памяти и мужества. Сегодня карагандинцы вспоминают о подвиге, совершенном на таджико-афганской границе нашими земляками. Всего в том бою принимало участие более 10 тысяч воинов-казахстанцев. Ровно 21 год назад, 7 апреля 1995 года, в ущелье Пшихавр на таджико-афганской границе, в результате боев погибли 17 казахских военнослужащих и 33 были ранены. «Сегодня карагандинцы вспоминают и отдают честь погибшим, великим людям, отважно защищавшим границу другого государства». «С участием регионального командования Орталык сегодня проводим День мужества, День памяти. Каждый год этот день для нас особый день. Благодаря командующему РГК Орталык генерал-майору Ботаканова вот этот день считается особенным. Мы проводим такие мероприятия ежегодно». Среди 17 бесстрашных воинов был и наш земляк Иркебулан Макожаев. Он родился в Жанаркинском районе в поселке Тугускен. На сегодняшнюю встречу была приглашена его мать. «Сегодня меня пригласили на эту встречу. Очень приятно, что по прошествию большого срока времени мой сын не забыт. Его имя написано на мемориальной стене. К тому же сейчас вышла книга о 17 погибших воинах. Мой сын навсегда в моей памяти и памяти нашего народа». С июня 1993 по февраль 2001 года более 10 тысяч воинов-казахстанцев стояли на защите южных рубежей СНГ. В ходе боевых столкновений с вооруженными группами нарушителей границы погибло более 50 казахстанских военнослужащих. Сейчас в Карагандинской области проживает более 400 участников боевых действий на таджико-афганской границе. «Разрешите в лице вас, Кабинопа, выразить огромную признательность и уважение всем матерям, которые потеряли в том жестоком бою своих сыновей. Ваша боль разделена всеми казахстанцами. Мы гордимся нашими воинами и выражаем огромную благодарность отцам и матерям, которые вырастили и воспитали своих сыновей в духе патриотизма и преданности своей отчизии». В прошлом году была установлена мемориальная доска в родном поселке Война, а в этом году памятный знак планируется установить в Каркаролинске, ведь их имена – наша гордость. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан, Александр Цирикедзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Во всем мире объявлена чрезвычайная ситуация глобального распространения вируса ЗИКа. Специалисты отмечают, что с появлением вируса наблюдается резкое увеличение случаев рождения детей с микроцефалией и синдромом Гиеннабаре. При поддержке областного управления здравоохранения врачи областного центра здорового образа жизни побывали в перинатальном центре и рассказали будущим мамам о симптомах, способах распространения вируса ЗИКа и о мерах безопасности. Симптомы вируса ЗИКа похожи на другие амбровирусные инфекции. Такие проявления, как повышение температуры, кожная сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, недомогание и головная боль. Эти симптомы обычно слабо выражены и сохраняются от двух до семи дней. Основными источниками являются комары. Поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности, носить светлую одежду, остерегаться тех мест, где повышено их скопление и также пользоваться репеллентами. Еще один ребенок пропал в Карагандинской области. В Жасказгане ищут 13-летнюю Бейдель Лию Васильевну. К ее поискам подключились полицейские и волонтеры. Приметы – рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза темные, нос прямой, губы тонкие, уши прилегающие. Была одета в кожаную черную куртку, короткая до пояса, футболка белого цвета, джинсовые брюки синего цвета, кеды черного цвета с белыми подошвами. Всех лиц, владеющих информацией о ее местонахождении, просим обращаться по телефону. 8-71-02, 76-15-53, 76-33-99, факс 76-33-99, либо 102. 138 нарушений правил дорожного движения выявили полицейские в ходе оперативно-профилактических мероприятий под названием «Автобус». За два дня при надзоре за дорожным движением было задействовано 738 сотрудников ОВД. Основное внимание уделялось водителям общественного транспорта, осуществляющих перевозку людей. Основным нарушением, за которое привлекли 9 водителей, стало отсутствие списков пассажиров междугородних рейсов. У некоторых нет документов о прохождении техосмотра. Также зафиксированы разговоры во время езды за рулем и нарушение скоростного режима. Больше всего водители игнорируют правила маневрирования. Один человек оштрафован за выезд на полосу встречного движения и трое не пропустили пешеходов. А в автобусе, который направлялся по маршруту Шимкент-Новосибирск, обнаружен факт переоборудования, то есть нарушение технических требований правил пассажироперевозки. Сидящие места были переоборудованы на лежачие и на двух местах, где было установлено лежачие места, там отсутствовали спинки от сиденья. В связи с этим на данного водителя был составлен административный протокол. В завершении выпуска еще об одном. В Караганду пожаловали актеры Павлодарского областного казахского музыкально-драматического театра имени Жузупека Аймаутова. О том, как проходят спектакли и как зрители приняли Павлодарцев, расскажет Екатерина Афанасьева. Гастроли Павлодарского музыкально-драматического театра в Караганде начались 6 апреля и продолжатся до 10. На карагандинской сцене актеры уже показали драматический спектакль «Эбельмансур Сабалык Абылай», режиссером-постановщиком которого является известный казахстанский режиссер Жанат Хаджиев. Постановка посвящена жизни Абылай Хана. В первую очередь, конечно, хотим, чтобы наше молодое подрастающее поколение приходило эти спектакли, видело, знало историю нашего народа, знало ее традиции, обычаи. Значит, в репертуаре нашего спектакля есть спектакль «Адас Хандар», который с успехом прошел у вас здесь, в Караганде. Автором является актер, значит, известный писатель, драматург Тигмей Шумабеков. Актеры привезли пять спектаклей. Все они разноплановые, разнохарактерные и разножанровые. Это и драма, и комедия, и даже представление для детей по мотивам книги Редьярда Киплинга «Маугли». Карагандинские жители дали хорошую оценку спектаклю, который не оставил их равнодушными. Гастроли театра закончатся комедией итальянского драматурга Эдуарда де Филиппо. Карагандинцы, любители театрального искусства, могут посмотреть спектакли до конца этой недели. Екатерина Афанасьева, Исламбек Аспана, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 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 Продолжение следует...